Всем доброе утро, мои хорошие девочки. Я проснулась сегодня, ни свет ни заря, опять с утра пораньше. И что меня разбудило, что я вам хочу сказать, какие мысли. Лежу и думаю, что-то у меня излишний вес вот этот появился. Я уже так думаю, ну, наверное, там уже где-то все 85, наверное, килограмм. Потом же лежу и думаю, что мне мешает заниматься дома, если у меня спортзал закрыт и туда, куда я планировала пойти, но уже прошло полтора месяца, и в ближайшее время не планируют они ничего открывать. Но думаю, что мне мешает, собственно говоря, заняться дома гимнастикой. Вообще мне мешает на самом деле собственная лень. И с этой ленью нужно как-то бороться. И вот я лежу и размышляю, нужно убрать с рациона все продукты, которые набирают, из-за которых набирается лишний вес. Убрать вот эти все оладушки, пироженки, всякую вот эту ерунду. Жирную пищу надо убрать. И также жареную надо убрать. Вообще щадящую, приготовление щадящее нужно делать. В общем, короче говоря, вот эти всякие разные мысли, они мне помешали уснуть дальше. Я встала, залезла в интернет, посмотрела гимнастику. Думаю, о, но у меня гимнастика такая есть. Кстати говоря, мне вот врач давала, когда у меня вот эти вот были боли. Не именно тогда, когда болит. Конечно, когда болит, заниматься нельзя. Но когда уже боль, допустим, утихла там как-то, в данный момент лучше начать заниматься до того, как начнет все это уже болеть. Но у меня оно как бы так, вот знаете, периодически побаливает. Такая не сильная боль, но она такая нудная, неприятная все. В общем, в конце концов, эта гимнастика, она и для остеохондроза, для остеоартроза, для суставов хорошо, для позвоночника. И в то же время это какая-то будет все-таки гимнастика. Лучше, чем вообще никакой, правильно? Для того, чтобы снизить вес. Потому что если не придерживаться, конечно, какой-то диеты, не делать никаких упражнений, там уже никакие таблетки не помогут. У меня вот спрашивали, вот вы там пьете, я, кстати, прекратила пить. Потому что, ну, не соблюдаю ничего, да. Поэтому, конечно, эти таблетки, не таблетки, это БАД, то, что я брала в Фаберлик. Но они просто помогают, допустим, запустить метаболизм, там где-то какой-то контроль веса. Но если ничего не делать, естественно, ничего не поможет. В общем, девочки, в конце концов, нашла я вот эту брошюрку с этой гимнастикой. Вот видите, она у меня есть. И думаю, нужно возобновить эти упражнения, нужно их сделать. Я, кстати говоря, решила вообще эту гимнастику снять отдельным видео. Это будет просто отдельное видео, чисто гимнастика. И те гимнастики, которые я посмотрела в видео в интернете, там они все, конечно, чтобы это не было растянуто по времени долго, там сокращенные упражнения идут. И если, допустим, не знаю, какое следующее упражнение, мне нужно будет без конца ставить паузу для того, чтобы там сделать нужное количество упражнений. Допустим, если там 5-8 подходов, к примеру, то нужно будет мне ставить на паузу, сделать это количество, потому что там 1-2 раза показали, и потом уже показывают следующее упражнение. Ну и также вот я по прошлому разу помню, что мне приходилось останавливаться, одевать очки для того, чтобы прочитать вот этот мелкий шрифт, куда ноги, куда руки и так далее, прочее. И это все очень неудобно. Поэтому я решила снять отдельное видео, которое будет не в этом видео, а может быть в следующем, скорее всего, где я просто сниму, допустим, минимальное количество подходов, допустим, да, но я буду это снимать не на обыстренке, а именно, чтобы делать это синхронно. И, допустим, в следующий раз, вот я утром захочу сделать эту гимнастику, утром встала, я включу это видео и буду, как говорится, под диктовку своего голоса и также уже смотреть, делать синхронно, делать упражнения вместе с этим видео. Если, девочки, кто-то со мной хочет тоже снизить лишний вес и поделать гимнастику, тем более многие сейчас работают на дому, у нас мало движений, по улице ходить нельзя, да, вот в связи с этими всякими событиями. Подключайтесь, девочки, и давайте будем делать это все вместе с вами. И именно вот таким вот образом я решила видео снять. Ну, о гимнастике мы поговорим отдельно, это уже в другом видео, как я сказала. А в этом видео я хочу поговорить о питании, допустим, какое питание. Ну, также я нашла брошюрку, даже не одну брошюрку, у меня их аж три, по поводу вот диетической рекомендации по снижению холестерина. Я вам хочу сказать, это я уже холестерин снижала, и у меня вот эти брошюрки есть, они, их даже вот три штуки у меня. Вот, что рекомендуется есть, что редко можно есть, а что вообще, ну, как мне врач сказала, лучше на время исключить. Почему я думаю, что у меня повышен холестерин? Я, ну, года два-три назад, да, я ходила, проверялась, проверяла кровь, следовала рекомендациям врача по питанию, по гимнастике и так далее, прочее. В общем, занималась этим. Я заметила, как только повышается вес, тут же повышается холестерин. И те рекомендации, которые вот здесь вот есть в этой брошюрке, тут как раз-таки вот и жирное нельзя, жареное нельзя, ну, и так далее, прочее. В общем, есть тут, если следовать вот этим рекомендациям по снижению холестерина, ну, тут уже как раз и будет та диета, которая будет снижать как раз-таки и вес. Если еще туда добавить гимнастику, мышцы придут в тонус, потому что мышечная масса, она, в общем-то, пожирает лишние жиры. Это все я знаю в теории. Когда мне кто-то говорил, не ешьте оладушки на ночь, да я знаю, девочки, я все знаю, я знаю, что нельзя есть, я знаю, когда чего нельзя есть, все я знаю. Ну, просто я такой любитель, знаете, вкусненького. Вот, ну, все, это я понимаю. В общем, короче, стала я на весы, девочки, 84 килограмма. Это такой зашкау, я вам хочу сказать. Максимум, сколько я весила в своей жизни, это было 82. А 84, это, конечно, уже просто перебор. Я уже сама чувствую по своим объемам, что у меня объемов стало больше. И размер 54 тоже я никогда до него не доходила. 50, 52 было, 54 сейчас беру, и это уже просто потолок. Поэтому я так думаю, что мне нужно снизить хотя бы 10 килограмм. Вообще в идеале, конечно, 14 килограмм надо убрать. Потому что при росте моем 170, 70 килограмм, это как раз вот такой, знаете, комфортный вес, который не слишком худая и не слишком полная. То есть не будет уже никаких вот этих вот лишних жиров. Собственно, жиры в основном у меня появляются на талии, на бедрах. Вот в этом месте у меня больше всего появляется. Так-то у меня вроде ничего. В общем, короче говоря, девочки, ну что делать? Пойду сегодня в магазин, как раз я собиралась. Куплю те продукты, которые мне нужны для вот этого правильного питания. Конечно, что-то у меня в холодильнике еще осталось. Жирные сыры не рекомендуется. Там очень редко, допустим, там сыр какой-то, редко масло. Но там то, что осталось чуть-чуть, это уже я как бы буду доедать потихоньку. Ну а в ограниченных количествах, в общем-то, можно это все доесть. Поэтому я так думаю, что в ближайшее время, может быть, у меня вес еще не сдвинется с места. С другой стороны, если убрать с рациона вообще лишние мучные продукты, вот углеводы в основном это мучные, да, сладкие продукты, хлеба снизить. Ну я хлеб отрубной ем, это хорошо. Также свежий хлеб не рекомендуется, там вчерашний хлеб, допустим, да. Но мы в магазине уже покупаем вчерашний хлеб, поэтому ничего страшного. В общем, снизить хлеб, допустим, хлеб, если отрубной, там его, конечно, немножко углеводов можно есть, но лучше углеводы есть именно вот такие медленные углеводы. Это как каша, например, да, не на жирном молоке делать, либо на постном молоке, либо на воде вообще делать. Ну убрать сладости, допустим, да. Натуральный кофе нельзя. Но я пью растворимый кофе. То есть те рекомендации, которые у меня когда-то были, они у меня уже в привычке остались. Да, овсянку есть по утрам на воде, кофе растворимый, допустим, так как я любитель кофе, без него я не могу. Поэтому и уже сахарозаменитель я давно пользуюсь вместо сахара. Ну самое главное еще, помимо того, что нужно нежирные продукты, морепродукты, а точнее рыбу, особенно северных морей, вообще рекомендуется наоборот есть 2-3 раза в неделю, потому что там правильный холестерин, а правильный холестерин, когда мы употребляем, то он пожирает вот этот вот неправильный холестерин. То есть нужно, правильный холестерин нужно есть. Убрать надо колбасы. Я люблю вот эти колбасные изделия. В общем, все полуфабрикаты надо убрать. Также вот я люблю колбаску поесть, также я люблю пельмени поесть. Вот это нужно все убрать. также яйца вот рекомендуется белок яйца есть а желток не рекомендуется либо не чаще два-три раза в неделю но либо в каком-то блюде может яйцо немножко присутствовать но я помню что врач мне говорила одно яйцо в смятку только в смятку можно в день есть но лучше даже не каждый день а может быть через день даже вот так но смятку то есть как я понимаю что жидкий желток нам не вреден а вот в крутую если желток то он уже вреден в нем очень много холестерина а белок нужно есть он полезен для организма ну и в общем то убрать мороженое пирожное птицу надо снимать кожу и видимый жир убрать допустим с курицы да ну и приготовить приготовление нужно уже делать на пару либо вареное вот мясо есть в общем короче говоря займемся картошку нужно убрать потому что там много крахмала крахмал это углеводы овощи другие все можно есть а вот картошку в ограниченном количестве и нужно убрать все бульоны то есть не на мясном бульоне варить допустим супчик борщик а на воде мясо можно положить в тарелку уже просто поесть как отдельно да но я так и делала собственно говоря я просто допустим варила мясо бульон я сливала мясо откладывала в стороночку потом я варила борщ и мясо уже можно положить в тарелочку вы либо уже в конце варки просто его добавить в кастрюлю ну чтобы она не сухое потом было и все больше вам хочу сказать самое уникальное блюдо всегда я считала что все эти овощи которые там капуста лук морковь свекла там небольшом количестве хотя свекла считается сладким вообще то есть там тоже нельзя много свеклы есть вот ну а вообще все овощи которые кладутся в борщ то есть нужно просто поменьше картошечки ложить туда бульон просто сливать и варить все на воде можно побаланшировать и но только может быть с небольшим там чайная ложечка растительного масла в общем добавить побаланшировать и овощи автоматике все это сделать и варить его как обычно и кстати говоря не сильно то он и отличается но может быть какой-то насыщенностью отличается но по вкусу в общем вполне даже вкусно съедобный борщ супы с крупами я не люблю я в принципе не делаю но супы там легкие какие-то можно тоже ограничить тоже этой крупы там чуть-чуть картошки чуть-чуть в общем жиденький такой сделать но ступые делать не буду я их не делаю никогда в общем-то в принципе но борщ я сегодня сварю у меня на борщ все есть вот ну и с утра можно любую кашку поесть конечно лучше на воде но можно она лежали на молоке как я уже сказала но я люблю овсянку я уже привыкла ее есть мне кстати говоря пакетированный остался один пакетик овсянки я его сегодня доем а вообще лучше овсянку варить самим потому что в пакетиках там все-таки добавляется сахар и в общем то мы его сейчас будем ограничивать в общем все сладкое будем ограничивать сахар мед это тоже но мед если вы болеете если вам нужно конечно чайную ложечку в чай можно положить но имейте ввиду что мед также как и сахар это стопроцентный углевод вообще в общем на завтраке я знаю что я буду сегодня есть на обед я сварю борщ ну и также прикуплю продуктов которые в общем на потом но я помню что я в общем то делала обычно знаете вот салат какой-нибудь овощной салат капусту там пару порубить там можно зелень там добавить туда огурчик и какой-то кусочек мяса или рыбы на пару либо вареный вот такой вот чудящее приготовление поесть ну а с ужином с ужином надо будет подумать что еще потому что у меня ужин всегда это вот какая-то головная боль чтобы такое поесть чтобы и не чувствовать голод перед сном а кстати рекомендуется кушать за три часа до сна но у меня сейчас со сном не поймешь что то я рано засыпаю то я поздно засыпаю и в общем тут трудно угадать вот ну со сном ладно с этим с ужином я еще подумаю сегодня что-то придумаю и вам конечно тогда скажу и в общем то девочки если у кого-то есть желание подключайтесь со мной давайте немножечко сбросим лишний вес и лишний холестерин и пишите мне в комментариях если у кого-то есть подсказать что приготовить допустим там ну на завтрак на обед особенно на ужин потому что я вам сказала для меня всегда ужин это какая-то проблема не хочется ничего такого заморачиваться особо готовить и что-то хочется поесть такое чтобы вот и на ночь было не тяжело и и что именно поесть еще пока что вот как-то у меня всегда вот ужин какой-то вопрос но я сейчас вот первые несколько дней наверное буду вот определяться с какими-то блюдами и прошу вас напишите в комментариях у кого есть какая-то подсказка какое-то блюдо на ужин что вы мне подскажете приготовить и покушать вот как раз таки на ужин ну а сейчас я хочу съесть кашку сначала потом выждать где-то может быть час-полтора и когда уже кашка это переварится тогда заняться гимнастикой на голодный желудок вообще гимнастикой не рекомендуется заниматься это я знаю еще и раньше ходила когда-то все-таки спортзал и всегда говорили что лучше какую-то кашку вот так вот медленные углеводы поесть где-то там за час за два до тренировки но так как у меня это не усиленная тренировка легкая тренировка то и где-то и кашка это в общем-то легкая она быстро переваривается но хотя бы за час лучше за полтора до тренировки кашку какую-то поесть и чтобы не на голодный желудок уже потом заниматься так что я сейчас буду делать кашку и через какое-то время я сниму гимнастику отдельным видео а потом может займемся обедом девочки вот такую кашу моли я делаю последний раз ну вернее может быть не последний раз но мне последний пакетик остался во всяком случае заливаю 150 миллилитров воды и хочу вам сказать что у меня еще мюсли есть кстати напишите мне в комментариях как вы считаете мюсли нормально будет если с обезжиренным молочком и вот такой у меня часть смородина смородина с мятой сделаю такой некрепкий чай заварю ну из сахара заменителем часть делаю совсем слабенький но я люблю такой знаете чай с какими-то фруктами там не знаю с какими-то растениями ну с фруктами получается смородина смятой вот так все девочки я поставила варить мясо пока что на борщ и перед тем как начать заниматься я решила измерить талию вообще вот объемы всякие разные измерять рекомендуют не чаще там один-два раза в месяц а вес измерять не чаще где-то раз в неделю часто не надо так я не знаю насколько у меня правильно измеряю я талию ну талия так приблизительно потому что уже видите живут здесь талия или она не здесь ночью где-то где-то тут примерно где-то тут так что мне тут получается 105 105 сантиметров в общем я запишу эту цифру талия 105 вес 84 ну и потом через какое-то время уже еще раз замерюсь девочки сняла я только что видео с гимнастикой вообще конечно видео получилось длинным но потому что паузы нужно выдерживать сколько раз там считать и так далее я не знаю что я буду с этим видео делать или мне удастся его как-то так смонтировать может быть вообще его выкладывать не буду я еще посмотрю при монтаже а может быть выложу но я знаю что просмотров будет там немного потому что немного любителей гимнастики если кого-то гимнастика не интересует можете его вообще не смотреть но кого интересует посмотрите примите участие тоже ну может быть мы вместе все-таки начнем как-то худеть да вот значит что еще я решила я сейчас пойду в магазин мне нужно купить продукты необходимые вот для вот этого моего питания специального главный принцип чтобы похудеть я вам хочу сказать вот есть одно главное самое правило нужно потреблять калорий меньше чем мы их растрачиваем да поэтому можно есть принципе что угодно хоть чипсами питаетесь хоть булочками но главное калорий потреблять нужно меньше чем их затрачиваем вот ну так как у меня сейчас цель помимо похудения еще и холестерин снизить поэтому я уже буду питаться нормально по-человечески я решила сегодня не буду я снимать готовку потому что это видео тоже может затянуться быть слишком длинным готовку я сниму отдельно в общем я вам сказала на завтраке овсяночку поела сегодня на обед у меня будет борщ а на ужин я решила что я приготовлю на пару овощи и на пару сделаю что я куплю корочку или рыбу или индейку в общем сделаю немножечко кусочек мяса или рыбки и в общем овощи на пару вот такой будет у меня ужин но и надо тоже не забывать про полдник перекус нужен потому что большой интервал между питанием делать не нужно чтобы не голодать поэтому на перекус но я наверное какие-то фрукты поем вообще тоже с перекусом с полдником нужно будет еще определиться тоже зависимости от того какие продукты я куплю и в общем конечно сегодня в один день я целый день готовить не собираюсь за плитой стоять поэтому он общем какой получится у меня сегодня перекус такой получится но я буду стараться прикупить какие-то продукты и что-то я приготовлю сегодня что-то завтра но в любом случае вот эту готовку я буду снимать уже отдельно видео но я конечно почитала в интернете про всякие завтраки обеды и ужины про гимнастику и так далее про все прочее полазила порылась нашла что что я вам еще хочу сказать очень важно специалисты и врачи пишут что не обязательно вот как знаете правило после шести не есть это в зависимости от того во сколько вы ложитесь спать то есть если вы в девять часов ложитесь спать то можете поужинать шесть часов но если вы спать ложитесь например в 12 то до сна два с половиной три часа нужно обязательно поесть поужинать чтобы не чувствовать чувство голода в общем девочки у кого какие идеи есть по поводу завтраков обедов полдников ужинов пишите в комментариях делитесь своим опытом я буду делиться с вами а вы со мной давайте будем худеть вместе ну а на этом я хочу видео свое закончить кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока а а